На процесс вновь явился с вещами и в валенках. На этот раз не зря. Ленинский районный суд вынес приговор Петру Пьянкову, бывшему руководителю пенсионного фонда «Стратегия», у которого весной 2016 года отозвали лицензию. Экс-президента НПФ обвиняли в растрате денег вкладчиков, а также в отмывании незаконно приобретенных ценных бумаг в особо крупном размере. Наша съемочная группа выслушала вердикт и пообщалась с осужденным. Подарки на новогодние? На новогодние, да. На четыре года вперед сразу. Как в воду глядел и ко всему готов. На ногах валенки с калушами, в карманах рукавицы, в клетчатом китайском бауле конфетки-бараночки, чай, колбаса, курева. Большая часть на подарки будущим сокамерникам. Новый год Петр Пьянков готовится встретить в СИЗО, ожидая отправки в колонию. С положением дел, похоже, смирился. 20 лет я создавал этот фонд, я его строил, я несу всю ответственность за то, что с ним произошло, в том числе за его смерть, я должен с ним уйти с ним. Как ваше здоровье? 53 года нормально, для 53 лет. Надеюсь пережить 4 года, которые они просят, и выйти на свободу, и разобрать воспитывать детей. То есть обжаловать предовор не будете? Ну, если в этом дадут, то, конечно, да. Не будем. Напомним, в марте 2016 года Центральный банк России отозвал лицензию стратегии. Клиентами фонда были более 78 тысяч застрахованных лиц, участниками более 68 тысяч. Директора стратегии задержали и обвинили в присвоении и растрате более 220 миллионов рублей, а также в отмывании средств на сумму более 150 миллионов. Пьянка в год находился под домашним арестом, некоторое время содержался в СИЗО. Гособвинение запросило для него наказание в виде 4 лет лишения свободы и штрафа в размере 2 миллионов рублей. Дело оказалось настолько объемным, что для оглашения приговора судье понадобилось не одно заседание. Наконец вердикт вынесли. Пьянкова взяли под стражу прямо в зале суда. С учетом времени уже отбытого им в СИЗО и под домашним арестом, в колонии он должен провести порядка трех лет. А в случае, если будет освобожден условно-досрочно, и того меньше. Юлия Алеева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.